Телеканал КРТ представляет Что же касается американских полицейских, охотно припадающих на одно колено, раскаиваясь в расизме, то я должен сказать, что им еще повезло. Ведь если бы копы убили гея, то каяться в гомофобии явно пришлось бы на обеих коленях, обеих локтях и со спущенными штанами. В свете бурных событий в Соединенных Штатах, мне сложно сказать, насколько политкорректно сегодня использовать термин «черное золото» в отношении нефти. Однако очевидно, что беспощадная ценовая война подходит к завершению. Честно говоря, именно в этот момент я понял, что детская песенка «Папа может, папа может, все что угодно», она про римского папу. No comment. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров. На прошедшей неделе был очередной юбилей Пушкина и, соответственно, День русского языка. А так как Александр Сергеевич имел африканские корни и его застрелил белый офицер, то вполне логично было очередной годовщине посвятить следующие строки. Когда расплаты наступает время, у справедливости безжалостный расчет. Кто революции другим цветные сеял, тот революцию цветных себе пожнет. Хотя, как мы понимаем, никакой революции реально не было. Были протесты против полицейского произвола, плавно перешедшие в погромы и грабежи, которыми воспользовались либеральные группы для формирования комплекса вины у белого большинства и навешивания ярлыков фашистов и расистов на тех, кто отказывался принимать бремя некой исторической вины. Что же касается американских полицейских, охотно припадающих на одно колено, раскаиваясь в расизме, то я должен сказать, что им еще повезло. Ведь если бы копы убили гея, то каяться в гомофобии явно пришлось бы на обеих коленях, обеих локтях и со спущенными штанами. Кстати, если кто хочет посмотреть, как выглядит реальная классовая борьба черных, то отошлю вас к фотографии 1931 года с подписью. «Мы хотим работать», – скандировали участники негритянской манифестации на Мэдисона-Веню в Нью-Йорке. В результате столкновений с полицией несколько участников получили серьезные ранения. Из сотен тысяч протестующих в нынешнем году хотя бы один требовал работу, Вполне естественно, что волны тех, кто готов формировать чувство вины у белых, перекатились в Британию, Европу, Австралию, где также произошел памятник опад. Пожалуй, главная ценность всех этих событий состояла в том, что они напомнили сытым бюргером люди, стоявшие у истоков становления как Соединенных Штатов, так и ряда европейских держав, начиная с Британии, были банальными работорговцами с людоедскими замашками. Возьмем того же кумира отечественных политиков Уинстона Черчилля. Парочку избранных цитат я во избежание обвинений в использовании фейсбучных фейков приведу прямо по материалу Би-Би-Си пятилетней давности под названием «Десять упреков Уинстону Черчиллю». В 1937 году, давая показания Королевской комиссии по Палестине, Уинстон Черчилль сказал, цитата, Все любят приводить цитату Черчилля, «Демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Но демократия, она же для белых людей. А против бунтующих курдов и пуштунов он требовал применять отравляющие газы». Цитата. «Не могу понять этой брезгливости по отношению к применению газа. Я убежденный сторонник использования отравляющего газа против нецивилизованных племен». Конец цитаты. Впрочем, нынешние левые либералы ничем не лучше. И внезапно прозревшая шведская Свенска Даггерблат пишет, цитата, «Протестовать против расизма и жестокости полицейских и требовать равенства? Правильно. Любой, кто видел запись убийства Джорджа Флойда, признает, что это ужасно. Но сейчас смысл протестов уже иной. Речь больше идет не о равенстве. Какое может быть равенство, когда людей с определенным цветом кожи вынуждают становиться на колени и просить прощения за этот цвет, целуя ноги тем, у кого он другой. Как будто родиться белым – это грех, который никогда не смыть. Сейчас требует не равноправие, а подчинение. И самое подходящее название для этой позиции – расизм». Конец цитаты. Впрочем, и для сторонников бытового белого расизма, обвиняющих черных в неспособности к интеллектуальному труду, я тоже приведу контраргумент. Вы видите врачей, приехавших спасать итальянцев от коронавируса? Обратили внимание на цвет их кожи? Так вот, это представители лучшей в мире кубинской медицины, которые представляют остров свободы, на котором, несмотря на длительную историю рабовладения, сегодня полностью отсутствует расовая проблема. Хотя, разумеется, там кое-где нарушаются права человека. На американской базе Гуантанамо, например. 5 июня в Wall Street Journal появился материал, в котором со ссылкой на некого высокопоставленного представителя Белого дома сообщалось о выводе из Германии 9,5 тысяч американских военных из 34,5 тысяч нынешнего контингента. На запросы здания Белый дом, с одной стороны, отреагировал в духе «ноу комманс», с другой все же добавил, что президент Трамп, цитата, «постоянно подвергает пересмотру вопросы, касающиеся оптимальной дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов». Конец цитаты. То есть, скорее да, чем нет. Впрочем, как сообщила немецкая франкфуртер Альгемайне, генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг и федеральное правительство Германии, судя по всему, узнали о предполагаемых планах частичного вывода американских солдат из Германии и средств массовой информации. Представитель правительства Штефен Зайберт заявил, что это неподтвержденные сообщения СМИ, которые он не будет комментировать. А официальных новостей из Вашингтона нет. А вот председатель правящей Христианской Демократической Партии Германии Аннегрет Крамп Каренбауэр, которая является министром обороны ФРГ, заявила, цитата, «Присутствие американских солдат служит общей безопасности в альянсе НАТО, включая американскую безопасность. Это основа, на которой мы работаем вместе». Конец цитаты. Согласитесь, эта общая фраза вряд ли кого-то могла успокоить. Тем более, что The New York Times подлила масло в огонь в материале «Трамп планирует вывести некоторые войска США из Германии ключевого союзника НАТО». Цитата. «Этот план является еще одним ударом по ослабевающим европейским альянсам Америки и, вероятно, будет приветствоваться президентом России Владимиром Путиным». Конец цитаты. При этом, по данным американских СМИ, в Белом доме утверждают, что с увеличением расходов на оборону европейскими союзниками по НАТО необходимость в большом контингенте войск США в Старом Свете отпала. То есть сначала, по требованию Вашингтона, ряд стран НАТО нарастил свои расходы на оборону до 2% ВВП, чтобы разделить бремя обороны Европы с Соединенными Штатами. А затем Дональд Федорович решил, что с такими военными бюджетами они вполне способны самостоятельно защититься от сами знаете кого. Хотя, например, Польша и страны Балтии были уверены, что они выполняют бюджетный норматив как раз ради американского контингента на своей территории. Говорят, что наиболее нервным в упомянутом регионе начали сниться тревожные сны, типа того, как на гостевой трибуне парада в Москве в честь 80-летия Победы президенты Литвы и Латвии перешли к мордобою в споре о том, в какой стране издан лучший перевод мемуаров Жукова на китайский язык. Впрочем, отгоняя от себя столь мрачные перспективы, премьер-министр Польца Матеуш Моровецкий заявил 6 июня, согласно информации Reuters о том, что часть американских войск, которые должны быть выведены из Германии, будет переведена в Польшу. Цитата. «Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые у нас были, часть военнослужащих, базирующихся сегодня в Германии и выводимых Соединенными Штатами, действительно придет в Польшу». Конец цитаты. Своего премьера поддержал президент Польши Анджи Дуда, которому 9 июня на радио «Гданьска» задали вопрос о возможной передислокации американских солдат. Правда, ответ показал, что из двух условий желание Вашингтона передислоцировать войска в Польшу и готовности Польши их принять, пока наверняка существует лишь второе. Цитата. «Как все знают, у меня хорошее отношение с президентом Соединенных Штатов господином Дональдом Трампом. Он понимает ситуацию в нашей части Европы. Я не сомневаюсь, что мы можем рассчитывать на поддержку США». Эта медаль имеет также оборотную сторону. «Там, где находится армия США, есть большой американский бизнес, готовый вкладывать свои деньги». Конец цитаты. Ну так, вполне прагматичненько. Честно говоря, статью Forbes до Дональда Трампа России требовалось 60 часов, чтобы победить НАТО. Теперь Москва может выиграть намного быстрее. «Не каждый восточный европеец рискнет прочитать дальше название. И правильно сделает. Ибо уже первый абзац погружает нас в мрачные глубины конспирологии». Цитата. «Через четыре дня после последнего телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным появилась новость о том, что Трамп планирует сократить четверть американских войск в Германии». Конец цитаты. А далее миролюбивым балтийским народам предсказывается почетная роль передовой свободного мира. Цитата. «Аналитики ожидают, что любое российское вторжение будет нацелено на восточный фланг НАТО, где союзные войска являются наиболее слабыми. Страны Балтии, Эстония, Латвия и Литва особо уязвимы». Конец цитаты. Для тех, кто еще так и не испугался, Forbes приводит такие цифры. Россия держит около 760 танков в пределах досягаемости балтийских стран-членов НАТО. Страны НАТО вместе могут выставить здесь примерно 130 танков. При этом около 90 из них – американские М1, находящиеся на временной ротации. Далее Forbes приводит исследование знаменитой корпорации РАНТ, аббревиатура от Research and Development – исследование и разработка. Американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, Пентагона и связанных с ними организацией. В 2016 году РАНТ моделировала русское вторжение, в ходе которого, как выяснилось, Западный Альянс успевает развернуть только вертолеты и воздушно-мобильные войска. Но танки надо слишком медлительны, чтобы прибыть на помощь. Цитата. «В нескольких играх с участием широкого круга опытных участников, играющих за обе стороны, российским силам потребовалось больше всего времени, чтобы добраться до окраин Таллина и Риги. 60 часов». Конец цитаты. Как видите, корпорация РАНТ дала, наконец, ответ на старый попсовый вопрос «Далеко ли до Таллина?». По итогам моделирования эксперты РАНТ рекомендовали увеличить оборонительные силы в странах Балтии с 15 батальонов до примерно 30 и обеспечить их тяжелой техникой, способной противостоять русским танкам. Но вместо того, чтобы наращивать свои силы в Европе, печально констатирует Форбс, армия США под руководством Трампа похоже намерена сократить свое европейское присутствие. Цитата. «Восточные члены НАТО, вероятно, будут более уязвимы после этого сокращения. Поскольку американская армия отступает из Европы, России может не понадобиться 60 часов, чтобы занять Прибалтику. Вероятно, она сможет завершить свое поглощение гораздо быстрее». Подводя итоги, необходимо отметить, что это уже не первая угроза Трампа вывести войска из Германии. В августе прошлого года тогдашний посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил в комментарии Deutsche Welle, что не видит смысла в том, что Германия имеет профицит государственного бюджета, но при этом не выполняет директивные принципы расходов НАТО и планирует использовать американские войска для обороны. Цитата. «Оскорбительно полагать, что налогоплательщик США должен продолжать платить, чтобы в Германии было 50 тысяч с лишним американцев, когда немцы предпочитают тратить свои излишки на внутренние программы». Конец цитаты. Честно говоря, вполне логично. Именно тогда, накануне несостоявшегося визита Трампа в Европу, разногласия между Вашингтоном и Берлином как тактически по поводу военно-морской миссии в Персидском заливе, так и стратегически относительно расходов на оборону достигли своего пика. И посол Гренелл заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос о выводе части американских войск, дислоцированных в Германии, а Польша рассматривает вопрос о возможной их новой дислокации. Посол США также напомнил, что президент США Дональд Трамп упоминал возможность переброски некоторых американских войск из Германии в Польшу на переговорах с президентом Польши Анджием Дудой в Вашингтоне в июне прошлого года. Более подробно проблемы Евросоюза и взаимоотношений Брюсселя с Вашингтоном мы разберем с политическим экспертом Святославом Денисенко. Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер. Соединенные Штаты уже не первый раз пугают своих союзникам выводом войск из Европы. В этот раз, похоже, оно чуть более серьезно было раньше, хотя, опять же, это больше сообщения в СМИ. А в целом вообще в чем здесь вот нюанс? Ну не будет американских войск. Кто от этого испугается, кроме Восточной Европы? Ну да, давайте разберем этот момент поподробнее. Во-первых, мы имеем дело не с указом Трампа о выводе там 9,5 тысяч войск из Германии, а всего лишь об утечке из высокопоставленного источника в Белом доме о том, что такой указ может быть подписан. В общем-то, поэтому мы еще как бы не имеем дела с фактом. Значит, второй момент. Ну, одних союзников в Европе, Соединенные Штаты, действительно, как сказать, пугают, но других же обнадеживают. Ну, собственно, начались спекуляции в последнее время о том, ну как спекуляции, рассуждения, назовем это так, о том, что теперь на постоянной основе этот контингент может быть размещен восточнее, то есть в Польше. Значит, ну, нужно сказать, если говорить о присутствии военным США в Европе, то нужно сказать, что, насколько я знаю, минимального уровня она достигла где-то на рубеже 12-13-го годов. А потом, в связи с известными событиями, резкой эскалацией на восточных границах Североатлантического альянса, присутствие США в Европе вновь начало расти. Вот, в первую очередь, за счет восстановления механизма, который действовал во времена Холодной войны, это ротационного присутствия американских бригад. Да, значит, на самом деле Германия действительно являлась основной, что ли, так сказать, опорной точкой, является опорной точкой Соединенных Штатов в Европе. На момент окончания Холодной войны, достаточно вспомнить, там был порядка 400-тысячный иностранный контингент, 200 тысяч из которых составляли американские военнослужащие. Но суть дела даже сейчас не в том, насколько будет поддержано именно военное присутствие США на европейском континенте и куда будет, так сказать, смещаться вектор, понятно, что он восточнее будет. Здесь вопрос как раз в отношениях Германии и Соединенных Штатов. Это политический сигнал. Буквально за две недели до вот этой вот утечки была дискуссия о том, в каком формате проводить Большую Семерку, если вы помните. Трамп собирался пригласить туда, во-первых, провести очную встречу, во-вторых, туда пригласить, насколько я помню, лидера Российской Федерации, лидера Бразилии, Австралии и Японии, если я не ошибаюсь. И, соответственно, это вызвало очень неоднозначную реакцию у других представителей Большой Семерки, в частности, канцлер ФРГ, госпожа Меркель, заявила, что на такую встречу не поедет. Ну, вот, соответственно, пошел встречный политический сигнал. В Германии, конечно, это вызвало серьезное беспокойство. Но не потому, что будет выведен, предположим, контингент в 10 тысяч человек, а скорее из-за того, что дальше могут последовать некие экономические шаги. А вот это уже значительно опаснее. Почему? Ну, мы знаем, что Германия – это не только четвертая экономика мира, но и большой, один из главных крупных глобальных экспортеров. Порядка полтора триллиона долларов в год. И для ФРГ Соединенные Штаты – это большой рынок сбыта. И, собственно, товарооборот ФРГ и США составляет порядка 200 миллиардов евро в год. Из них Германия имеет положительное сальдо – порядка 50 миллиардов, чуть меньше. Вот, поэтому, если за политическими шагами, а это демонстрация, так сказать, политической решимости Белого дома, если последуют дальше шаги, например, по ограничению экспорта автомобилей европейских, ну, это в первую очередь немецких коснется, да, то, соответственно, экономика ФРГ будет терять рабочие места и терять импульс. А сейчас в условиях экономического кризиса, пандемии, вообще замедления – это грозит серьезной катастрофой. Поэтому немецкие политики взволновались. Вот, и, в общем-то, начали посылать множество сигналов о нежелательности вывода американских войск. Появилась масса статей и в американской, и в европейской прессе о том, что это как бы форма такая, значит, предательство союзников. Союзники разочаруются в способности США гарантировать их безопасность. Вот, вот после этого будет ли принято решение, собственно, о выводе войск – непонятно. Ну, во-первых, и успеет ли Трамп его реализовать, там, скажем, до начала осенней избирательной кампании. Ну, вот вопрос. Ведь была некая концепция, там, оборонительная. И была своя логика, что в Германии, как бы, находятся войска. Когда был Варшавский договор, понятно, что, так сказать, граница с Польшей, там, еще с другими государствами. Позже, что несколько в глубине находятся эти войска, имеют возможность, там, запас, чтобы развернуться по времени. А переброска в Польшу, ну, с точки зрения, как бы, военных действий, оно же мало что дает. Это, скорее, символический жест. Ну, понимаете как, надо смотреть по реакции других государств. Здесь, вот, реакция Российской Федерации в этом смысле была достаточно жесткая. Они заявили о том, что перемещение и создание на постоянной основе базы американских войск Польши станет де-факто пересмотром основополагающего акта Россия-НАТО. То есть, это создает, скажем так, такую линию и напряжение, после которой, скажем, будет очень сложно поддерживать, ну, и дипломатические, наверное, контакты, в том числе. То есть, о сотрудничестве вряд ли можно уже вести речь. Вот. Но, вы понимаете, сейчас, что меня настораживает очень сильно, вообще, каркас глобальной системы безопасности, он, в принципе, ломается. То есть, мы видим, как отмирают один за другим договоры, которые гарантировали, скажем так, некую прозрачность, коллективную безопасность и контроль за вооружением. В первую очередь, ядерными. Смотрите, закончился, ну, собственно, прекратил свое действие ДРСНД, почил в БОЗе, да все договор по ПРО. Сейчас, в общем-то, фактически уже начался пересмотр СНВ. ДРСНД, договор о стратегических наступательных вооружениях. Если, ну, как, американцы настаивают, чтобы был включен Китай, и договор стал трехсторонним, КНР отказывается по понятным причинам, не желая ограничивать суверенитет и допускать наблюдателей Соединенных Штатов. Да, вот недавно почил в БОЗе договор об открытом небе. То есть, вот вся эта система безопасности, которая была выстроена в процессе холодной войны и на выходе из нее, вот она сейчас вся терпит крах. Что это означает? Это означает, что, собственно, по всем границам, то есть, начинают вот эти вот, у нас появляются, ну, такие серьезные силовые разломы, вокруг которых будет создаваться новая архитектура безопасности. И в этом смысле для НАТО очевидно, что вот этот силовой разлом – это некая Балто-Черноморская ось, по которой они, скорее всего, Альянс, скорее всего, и будет выстраивать, скажем так, новую сеть опорных точек. Чему это приведет? Ну, естественно, как сказать, к росту взаимного напряжения. Посмотрим, что будет делать следующий хозяин Белого дома. Но недавно выступал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. Вот, собственно, он достаточно четко заявил о начале пересмотра стратегической концепции деятельности Альянса. Будет новая концепция НАТО 2030. Там появятся новые стратегические ориентиры. И вот посмотрим, насколько вырастет присутствие Североатлантического Альянса именно на восточном рубеже. Поэтому, как бы, военный аспект в Переброске тоже существует. Но пока, вот, все-таки, мне кажется, это некий политический сигнал для… Я имею в виду вывод американских войск. Это все-таки некий политический сигнал администрации Трампа в Германии. – А вот такой вопрос. А насколько реально, так сказать, трение между Грецией и Турцией могут вызвать, ну, я понимаю, наверное, не войну, но, тем не менее, как минимум стычки, например, патрульных катеров, что уже тоже будет. – Ну, отношения этих двух союзников по НАТО, они же, вы знаете, всегда складывались неблагополучно, и все здесь с кипрской проблемой. А сейчас, и в связи, так сказать, с открытием газовых месторождений в Средиземном море, все это достаточно серьезно оспаривается, плюс проблема беженцев. Ну, зависимость этих двух стран от, скажем так, центров принятия решений других, она достаточно высокая, поэтому довести уровень, ну, как сказать, уровень эскалации не вырастет выше определенной отметки. То есть, да, могут быть какие-то пограничные инциденты, да, может быть, демонстрация каких-то территориальных притязаний, да, например, как демонстративная разведка и добыча полезных ископаемых на оспариваемых участках. Но, как бы, до вот таких вот серьезных пограничных инцидентов, я думаю, что дело не дойдет, вмешаются Соединенные Штаты, вмешаются другие крупные государства, и конфликт будет подавлен. Ну, довести его до эскалации не дадут, как мне кажется. Ну, и последний вопрос, немножко, так сказать, не столько Европа, сколько НАТО. Но, в принципе, если мы посмотрим последнее время, то НАТО отступает. То есть, Афганистан, Ирак, наверное, можно еще... Ну, Сирия, это все-таки Соединенные Штаты, была их собственная, так сказать, компания там. Но, тем не менее, мы видим некое сворачивание этой организации. То есть, период экспансии закончился, и, так сказать, следующий цикл неизвестно, когда наступит. Ну, смотрите, Атлантист, наверное, сказал бы вам, что НАТО сосредотачивается. Есть такая формула. Отступает на заранее подготовленные позиции. В принципе, если, скажем так, мыслить, отбросив некие идеологические шаблоны, то, в общем-то, на сегодняшний день, и Столтенберг в этом, в общем-то, он понимает, как должна эволюционировать организация, он сказал о необходимости большей политической интеграции. Что происходит? Понимаете, есть некая конкуренция на европейском континенте, я имею в виду, какая сейчас цель НАТО, да? Значит, есть некая конкуренция на европейском континенте, что станет точкой политической сборки? Европейский Союз как субъект? Или все-таки будет организовано вот это вот большое евроатлантическое пространство, где НАТО приобретет некую новую функцию, став не только оборонным союзом, но и в большей степени приобретя роль координатора внешней оборонной политики, политики безопасности, а может быть и в других сферах, да? Например, в Германии была инициатива по созданию медицинского НАТО, да? То есть создание неких новых сфер, то есть НАТО может расширяться. Вот. С другой стороны, если говорить о военном аспекте, то на сегодняшний день присутствие на Ближнем Востоке важно, или там в Афганистане, но оно, ну, как бы не имеет такого стратегического горизонта, да? В Соединенных Штатах сейчас основная задача это, ну, как ее формулирует Трамп, это стать энергетической сверхдержавой, то есть на самом деле там на Ближнем Востоке ему же не так интересно контролировать эту нефть, а лучше договариваться и искать рынки для сбыта своей. Ну, и, соответственно, как концепция сдерживания России, она остается, поэтому концентрация именно на европейском континенте сейчас становится для НАТО перспективней. Почему еще происходит это стратегическое отступление? Ну, смотрите, здесь есть совершенно объективная сторона. Ну, экономики-то в кризисе, и экспансия, она требует даже не столько экспансии, сколько поддержания своего присутствия в регионах разных, оно требует достаточно серьезных инвестиций. Кстати, одно из требований Трампа, если мы помним, к своим европейским партнерам, это, собственно, увеличение финансирования НАТО и увеличение, собственно, финансирования оборонных расходов минимум до 2% ВВП, чего, как сказать, та же Германия, она, по-моему, на уровне 1,1 или 1,2 финансирует, то есть даже 1,5% нет. Вот, поэтому как бы есть некая объективная экономическая сторона, и есть некая стратегическая сторона, то есть концентрация на, так сказать, обустройстве новой вот этой вот силовой линии разграничения. Ну, как им НАТО обустроить, пусть они сами думают. Благодарю вас за комментарий, будем еще к вам обращаться. Спасибо вам большое. Спасибо. Украинцев в европейской повестке дня больше всего, разумеется, интересует ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе, как в рамках нормандского формата, так и в Минской трехсторонней контактной группе. За отчетный период на этом направлении произошли определенные знаковые события. Так, 5 июня состоялся очередной телефонный разговор президента Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как утверждает посол Украины в Берлине Андрей Мельник, это 11-я по счету беседа двух лидеров в течение первого года президентства Зеленского. Цитата. Ни с одним другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась. Конец цитаты. К сожалению, господин посол не пояснил, столь частое общение является плюсом или минусом. Конечно, если 11 бесед отражают динамику отношений Киева и Берлина, то это плюс. А вот если это свидетельство того, что кто-то кого-то не понимает с первого-второго раза, то, скорее всего, минус. Согласно официальному сайту президента Украины, в ходе беседы были обсуждены вопросы восстановления мира на Донбассе, начавшиеся с ритуального признания без альтернативности дипломатических усилий и столь же ритуальной благодарности со стороны Зеленского за, цитата, четкую и последовательную позицию ФРГ в отношении невозможности изменения формата «Большой семерки» до полного восстановления территориальной целостности Украины. Конец цитаты. А вот из остальной дипломатической шелухи можно отметить два момента. Во-первых, как указано в официальном сообщении, цитата, «собеседники сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время парижского саммита лидеров государств-участников нормандского формата». Конец цитаты. Во-вторых, канцлер Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной. О чем шла речь, стало понятно через пару дней, когда было объявлено, что на минских переговорах Донецкую область будет представлять блогеры Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены бежать из Донецка, а Луганскую область – юрист Вадим Горан и врач Константин Липстер. Сам Казанский в своем фейсбук прокомментировал это следующим образом. Цитата. «С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях трехсторонней контактной группы по Донбассу». Напомню, что она называется трехсторонней, так как сторонами переговоров считаются Украина, Российская Федерация и ОБСЕ. ЛДНР – не сторона конфликта. Конец цитаты. «Ноу комманс». Не является большим секретом тот факт, что идею участия назначенных представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Минской ТКГ сформулировал и убедил поддержать президента вице-премьер-министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, о чем он с большим удовольствием и самолюбованием рассказал в интервью деловому порталу «Лига». Здесь прекрасно все, начиная с заголовка, в которой вынесена цитата вице-премьера. Думал, Россия устроит демарш из-за переселенцев. Но нет, идет диалог. Начнем с того, что абсолютно непонятно, почему Светоч отечественной юриспруденции ожидал скандала. Ведь Киев может включать в состав украинской делегации любых граждан Украины, и никого это не должно беспокоить. На переговорах в режиме видеоконференции 9 июня присутствовали делегации ОБСЕ, Украины, России и ОРДЛО от неподконтрольных территорий. Никакой замены стороны ОРДЛО украинскими представителями не произошло. Так в чем же хитроумный замысел, который не вызвал ни ожидаемого скандала, ни изменения правил переговоров? Сам Алексей Резников поясняет это так, цитата, «Если внимательно читать Минские соглашения, то в пунктах 9, 11 и 12 сказано о необходимости проведения консультаций, обсуждения и согласования законов об особенностях местного самоуправления, об особенностях выборов, децентрализации и так далее. По большому счету этим занимается только политическая группа, куда и нужны в первую очередь представители. Имеется в виду неподконтрольных территорий». Конец цитаты. Тоже понятно, те пункты Минских соглашений, которые необходимо согласовывать с представителями ОРДЛО, Резников предлагает согласовывать с назначенными из Киева представителями переселенцев из Донбасса. У меня только один вопрос. Достигнутые соглашения между украинской делегацией во главе с Леонидом Кучмой и Алексеем Резниковым, с одной стороны, и делегацией ОРДЛО во главе с Денисом Казанским и Сергеем Гармашем, с другой, кто и как со стороны непризнанных республик будет исполнять. Кстати, в этот же день, 9 июня, состоялся очередной телефонный разговор между президентом России и канцлером ФРГ. Согласно российской версии, президент России вновь подчеркнул целесообразность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. направленного в том числе на согласование шагов по последовательному выполнению Минского комплекса МИР. Согласно Deutsche Welle, со ссылкой на официальный сайт правительства Германии, основной темой переговоров стало выполнение Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Кроме того, Меркель и Путин обсудили положение в Сирии, в том числе возможность доступа в страну гуманитарных организаций. Стороны также поговорили о конфликте в Ливии и о вопросах совместной борьбы с пандемией коронавируса. Интересно, что в интерпретации немецкого официоза, каковым де-факто является Дейчевелли, из трех конфликтов, которые обсуждали Меркель и Путин, наиболее горячим в настоящее время является Ливийский, которым и был посвящен подробный разбор. Ну а мы возвратимся к обсуждению новых подходов к урегулированию на Донбассе вместе с политическим экспертом Русланом Бортниковым. Вот у меня такой вопрос. Назначение в украинскую делегацию в рамках трехсторонней контактной группы Минской представителей, ну скажем так, вынужденных переселенцев из отдельных районов Донецкой и Луганской области, это как бы игра на внешнего зрителя или все-таки успокоение внутренней публики, потому что на первых переговорах они себя никоим образом не проявили как отдельная сторона переговоров. На переговорах была Украина, Россия и Ордло неподконтрольная, ну и ОБСЕ, так сказать, морель представителя ОБСЕ. Сложно и, как всегда, точный, Дмитрий, вопрос поставили в одночасье. Думаю, что все же это в большей мере внутренняя игра, нежели внешняя. Хотелось бы верить, что это внешняя игра, что это попытка начать диалог с Россией, с представителями Ордло с высокой позиции, сказать, вот давайте начнем отсюда торговаться. Вот у нас есть представители Ордло, давайте вместе формировать вот эту переговорную сторону Ордло, по очереди наполняя их своими людьми, как-то сбалансировано. Но не похоже на то сегодня, потому что, мне кажется, что это не нашло, прежде всего, поддержки Германии и Франции, очевидно, на данный момент. ОБСЕ к такому сценарию не готово тоже. Россия и Ордло тоже не демонстрируют готовность вести диалог даже в этом направлении, и поэтому вся эта внешняя схема, она зависает в воздухе. Поэтому больше это похоже на внутренний инструмент, на попытка создать определенный, хотя бы ситуативный, слабый альянс, союз с нашими правами, добиться от них какой-то ситуативной хотя бы лояльности на некоторое время. Эта лояльность нужна для удержания власти. Поэтому похоже на то, что снова минский переговорный процесс, и вообще тема мира и войны на Донбассе, она становится инструментом внутренней политики, и от идеи реинтеграции Донбасса, реализации минских соглашений в целом, и от реальных попыток в этом направлении, мне кажется, постепенно начинают отказываться, понимая их невыгодность, не нереалистичность, а именно невыгодность для нынешней власти. Ну, мы видим, что это стало, судя по всему, инициативой Алексея Резника. И вопрос в том, а он какие цели преследует? Просто изобразить активность, доказать свою нужность президенту, продемонстрировать, что он там тоже дипломат, или что? Или он действительно, так сказать, готов продемонстрировать результат позитивный? Ну, как-то в это слабо верится. А сам Алексей Резников, как он появился в этой переговорной группе? Его назначение, по моему мнению, ничем особо от назначения Казанцева или Гармаша не отличает. То есть, это вот эта линия, которая нам демонстрирует то, что власти важнее сегодня союз с правыми группами внутри украинского общества, нежели реализация Минских соглашений, возможность компромиссов, возможность договариваться. Ведь чем плохо это назначение, эти назначения все? Не тем, что они на что-то будут влиять. Эти люди ни на что не будут влиять. Тем более, и статус их. Они будут консультировать украинскую часть трехсторонной контактной группы. Не будут даже частью этой группы. Но дело в том, что эти назначения на личностном уровне осложняют вопрос переговоров и компромиссов. Ведь теперь переговоры будут не начинаться, а давайте попробуем договориться по этому, этому, этому. А будут начинаться, а ты рассказывал историю о взорвавшемся кондиционере на Луганской областной администрации. А ты рассказывал историю о том, что все повесили украинского бойца на провода. То есть будет начинаться с лишних обид, понимаете? С лишних претензий. И, конечно, все это будет осложнять диалог. Кроме того, такие назначения, безусловно, будут использоваться внутри Ордло и использоваться в России для формирования негативного общественного мнения в отношении переговорной группы Украины и в отношении возможностей достижения этих договоренностей. Ну, я думаю, что уже давно не беспокоит, мне кажется, официальный Киев, так сказать, мнение ни Ордло, ни России общественное. А вот реакция европейцев. Дело в том, что вот в отчете о последнем телефонном разговоре Зеленского и Меркель, была такая изначально непонятная фраза о том, что Меркель одобрила изменения в составе украинской делегации. На эту тему советовались с Меркель? Вот разговор от 5-го числа. Я не исключаю, что она сказала, я рифтик даже при этом, понимаете, что-то такое. Потому что, с одной стороны, Меркель не шибко, я думаю, что она не знает, кто такой Казанцев или даже Резников, по большому счету. С другой стороны, мы должны понимать, что у Европы тоже нет особой мотивации завершать этот конфликт. Давайте честно говорить, потому что для Европы завершение этого конфликта, это означает потенциальную потерю управляемости Украиной, а Европа влияет на управление многими процессами Украины. Это означает потерю инструмента выбивания уступов со стороны России. Благодаря этому конфликту все разные уступы, экономических, политических. Это означает удаление, постепенное удаление с Украинского фронта. Поэтому Европа не хочет войны, она боится войны, безусловно. Но Европа не заинтересована, по большому счету, нет политической мотивации для установления стабильного мира и разрешения этого конфликта, который приносит прибыль для наших европейских партнеров. Такой же мотивации нет сегодня и в Украине. Ну для чего Зеленскому вот этих 2 миллиона нелояльного избирателя? Все то же самое работает, что и при Порошенко. Они же могут перекроить политическую карту. Они создают реального конкурента. Белоголубые силы начнут реально конкурировать электорально с властью в этой части. Нет мотивации особо и для России, если честно говорить. Потому что, несмотря на большие издержки, которые она несет в конфликте, просто так сдать там Ордло она не может. Она без реализации минских соглашений, без автономии, по большому счету, или даже конфликтивной модели, без влияния на внешнюю политику Украины, просто банальное, простое возвращение Донбасса в состав Украины в период трансфера власти. В России тоже будут восприниматься как правыми российскими, будут восприниматься как сдача интересов. Они же тоже там кровь проливали, понимаете? И у российской власти такого поля для маневра широкого, сделать что хочу, о чем мы бы не договорились, тоже нет. И вот это отсутствие мотивации приводит к такому результату, который мы сегодня имеем. Мы же видим как с газовыми договоренностями. Если есть мотивация, если все хотят, Украина, Россия, Европа моментально сели, разделили, договорились, согласовали без проблем. А если нет мотивации, вот мы видим эту тяговотину до сих пор. Ну и вопрос, как можем спрогнозировать, допустим, до конца года поведения европейских партнеров. Как вы думаете, они будут проявлять какую-то инициативу или, в общем-то, махнут рукой и согласятся на замораживание конфликта? Они будут пытаться сохранить свое влияние на переговорный процесс. Они будут противодействовать любым формам эскалации конфликта. И они фактически будут пытаться сохранить нынешний статус-кво. Без какое-то окно возможностей для реального завершения конфликта возможно, еще раз, возможно, появится только после американских и российских выборов. Вот тогда, возможно, появится новое окно. То окно, которое мы имели в 2019 году, после избрания Зеленского, оно уже захлопнулось. Его уже нет, в лучшем случае, там щель есть, через которую иногда дует обменами захваченных лиц или каким-то диалогом. Но реально реализовать Минские соглашения Зеленский уже сегодня не хочет, главное что. И уже потерял и возможности для имплементации, в значительной мере, для имплементации этих соглашений. Ну а вообще, есть какое-то еще, я даже не так скажу, не прошла ли уже Украина точку невозврата с этими территориями? Ну объективно, понятно, никто не собирается там. Нынешняя Украина, да. Вот нынешняя Украина вернуть в Донбасс, и тем более Крым, не сможет. Если при смене политического курса, построении какой-то модели украиноцентризма, вместо евроинтеграции, вместо там российской интеграции, построение какой-то, при условиях построения какой-то модели украиноцентризма, возможность для интеграции будет сохраняться. Нынешняя Украина вернуть в эти территории, безусловно, не сможет. Руслан, благодарю вас за комментарии, мы будем к вам еще обращаться. Спасибо вам, до новых встреч. В свете бурных событий в Соединенных Штатах, мне сложно сказать, насколько политкорректно сегодня использовать термин «черное золото» в отношении нефти. Однако очевидно, что беспощадная ценовая война подходит к завершению. 9 июня министры энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+, согласились продлить действующую договоренность по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в день до конца июля. И это зафиксировано в итоговом коммунике на сайте ОПЕК. Как следует из документа, страны, которые не смогли выполнить условия сделки на 100%, обязались компенсировать несоблюдение квот в течение трех следующих месяцев – июля, августа и сентября. Впрочем, нужно уточнить, что Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты не стали продлевать дополнительно добровольно взятое на себя обязательство сократить добычу нефти суммарно на 1 млн 180 тыс. баррелей в сутки. Как утверждали инсайдеры, перенос встречи министров с 9-10 июня на более ранний срок сигнализировал о политическом решении продлить сделку. Дело в том, что на 6 июня еще не было информации от независимых аналитических источников ОПЕК о состоянии рынка нефти в мае, а значит экономическая составляющая решения отсутствовала. Автор программы с упорством, достойным лучшего применения, в очередной раз повторит, что главным проигравшим ценовой войны стали американские сланцевые компании. Что же касается двух главных участников антисланцевой фронды Москвы и Ариада, то пока не до конца понятна цена, заплаченная ими за победу. Так, например, Блумберг в самый канун конференции разместил весьма печальную для американских сланцевиков аналитику под названием «ОПЕК Плюс опробует новую стратегию, чтобы перевернуть кривую цен на нефть вверх дном». В материале утверждается, что целью ОПЕК Плюс является не только стабилизация цен на нефтяном рынке, но и серьезное изменение правил игры на нем. Цитата. При ближайшем рассмотрении мы видим небольшие изменения, которые указывают на то, что Саудовская Аравия, Россия и их союзники по ОПЕК Плюс применяют более сложный подход, а не пытаются перевернуть форму кривой цен на нефть вверх дном. Идея в рамках ОПЕК Плюс состоит в том, чтобы попытаться подтолкнуть краткосрочные или спотовые цены выше форвардных контрактов, сформировать ситуацию, известную среди трейдеров как «запаздывание». Конец цитаты. Попробую объяснить это бытовым языком. Явление «запаздывания» или «бэквардации» означает, что текущая цена на некий товар выше той, которая будет через некоторое время. Иными словами, фьючерс на подставку товара стоит дешевле этого товара. ОПЕК Плюс хочет сделать так, чтобы нефть сегодня была дороже, нежели в нефть в будущем, что поощряет трейдеров спешить покупать нефть из запаса. Такой сдвиг рынка крайне невыгоден для американских производителей сланцевой нефти, которую выигрывают от более высоких цен с более длительным сроком поставки. В игре же чем дальше, тем дешевле сланцевики в заведомом проигрыше. Очень упрощая, сланцевики каждый раз обещали своим инвесторам и акционерам будущие прибыли, которые вот-вот появятся в результате внедрения революционных технологий, которые позволят резко снизить себестоимость добычи. После апокалипсиса марта-апреля нынешнего года, когда инвесторы и акционеры уже не верят в предшествие прорывных технологий, в сланцевой сфере ОПЕК Плюс может позволить себе не спешить с ростом цен, не теряя при этом в доходах. Именно на это и направлена стратегия запаздывания или бэквординга на нефтяном рынке, о которой с грустью пишет Блумберг, при этом честно признавая, что она соответствует лучшим стратегиям центральных банков. Подтверждением того, что главным проигравшим в весенней нефтяной войне является сланцевая отрасль, является информация Блумберг о том, что готовится к банкротству один из пионеров фрекинга – компания Чиспик Энерджи. Чиспик, чей долг составляет около 9 миллиардов долларов, обсуждает вопрос о том, следует ли пропустить дату выплаты процентов 15 июня и использовать годный период во время переговоров с кредиторами. Окончательное решение еще не принято. Впрочем, несмотря на уверенный рост цен на нефть, как в преддверии продления сделки ОПЕК+, так и по ее завершении, Ройтер со ссылкой на прогноз американского инвестбанка Goldman Sachs предупреждает о падении уже в ближайшие недели цены на бренд до 35 долларов за баррель. В прошедшее воскресенье православные отметили праздник Троицы, а потому в заключительной части программы я коснусь религиозной темы. Скажу откровенно, Папа Римский неделю назад даже не удивил, а просто потряс. Если бы эта информация не была бы размещена на официальном сайте Ватикана, я бы считал ее грубым фейком и наглым наветом. Как указывается на общей аудиенции 3 июня, проходившей в апостольском дворце, Папа Франциск продолжил размышления о молитве, основываясь на этот раз на истории Авраама. И вот ключевая цитата. «В молитве мы должны слушать Бога, идти вместе с Ним, вступать в диалог. Не нужно бояться вступать с Ним в дискуссию», подчеркнул Святейший Отец. «Это может показаться ересью, но нередко я слышу от людей, что они злятся на Бога. Ты осмелился разозлиться на Бога?» «Да, я разозлился». Но это и есть одна из форм молитвы. Только сын может разозлиться на отца и потом снова с ним общаться. Итак, высший авторитет католической церкви утверждает, «Что с Богом можно вступать в дискуссию, то есть спорить, и на Бога можно злиться. При этом и то, и другое, оказывается, является формой молитвы». Честно говоря, именно в этот момент я понял, что детская песенка «Папа может, папа может, все что угодно» – она про римского папу. Внимательные зрители, возможно, помнят, что в позапрошлой программе я высказывал опасения по поводу того, что дата 29 мая, день взятия Константинополя турками в 1453 году, совпавшая в этом году с окончанием Рамадана, может стать решающей в судьбе Собора Святой Софии, которая вновь может стать мечетью, как это было в период с 1453 до 1935 года. Напомним, что на сегодня Айя София имеет статус музея. И действительно, 29 мая, в честь очередной годовщины падения Константинополя и окончания Рамадана, в Святой Софии состоялось чтение Корана. Через неделю президент Турции Раджеп Таип Эрдоган поручил Центральному комитету правящей партии справедливости и развития изучить возможность превращения Софии в мечеть. В данный момент вопрос находится на рассмотрении Госсовета, но наблюдатели считают, что вопрос уже решен. «Недовольство возможным превращением Святой Софии в мечеть вполне ожидаемо высказала Греция. Отношения между Афинами и Анкарой находятся в столь напряженном состоянии, что дополнительно испортить их невозможно даже столь деликатным вопросом». Столь же ожидаемо резко грекам ответил Эрдоган, заявивший, что решение о статусе Айя Софии будет принимать турецкий парламент на основании демократических процедур, и добавил, что Турция не намерена у кого бы то ни было запрашивать согласие на эти действия. Цитата. «Мы ждем решения Госсовета и поступим в зависимости от этого», заявил Эрдоган и подчеркнул, что Греции в этом вопросе следует «знать свое место». Негативное отношение к готовящемуся изменению статуса Святой Софии высказали иерархи русской и сербской православных церквей. Так глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион заявил, цитата. «Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились». Конец цитаты. Епископ Бачский сербской православной церкви Ириней заявил, что храм Святой Софии в Стамбуле мог бы остаться музеем с правом проведения мусульманских и православных богослужений в разных его частях в разное время. При этом стамбульский патриарх Варфоломей пока никак не высказался по поводу ожидаемого возобновления статуса мечети для Святой Софии. Впрочем, для бывшего офицера турецкой армии и действующего чиновника Министерства культуры Турции, каковым является Варфоломей, дважды благословлявший военные операции турецкой армии в Сирии, неудивительным будет даже крестный ход в поддержку перевода собора в мечеть. Кстати, томосоносная православная церковь Украины тоже не высказала защиту всеправославной святыни. А на этом наша программа подошла к концу. Международная панорама прощается с вами до следующей недели. Всех благ! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!